МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемьдесят пять лет. Дата серьезная. За эти годы милиция, а теперь уже полиция Абакана, пережила множество реформирований. А на посту руководителя сменилось более 20 человек. Городской отдел был образован 20 февраля 1936 года. На тот момент Абакан уже пять лет являлся городом. Но его обслуживало Устебаканское районное отделение милиции. Первым начальником городского УВД стал Александр Тачеев. Он был опытным сотрудником и активным борцом с бандитизмом. В этом маленьком одноэтажном доме, на месте которого сейчас кинотеатр «Наутилус», с 30-х годов и располагалась милиция Абакана. Новое здание появилось лишь в 71-м, когда личный состав переехал на щетинки на шесть, где полиция находится и по сей день. Ветераны вспоминают, первые сотрудники не имели ни опыта работы, ни специальной подготовки, к тому же были плохо вооружены. Но главное, они горели желанием защищать интересы народа. В конце 30-х, начале 40-х Абакан стал динамично развиваться. Численность населения возросла в 10 раз, до 40 тысяч человек. Росло население вместе с тем и количество преступлений. Немногочисленный личный состав милиции работал по 20 часов в сутки. Исправлялся со службой. Газетные полосы тех лет то и дело пестрили заметками о раскрытых преступлениях. Подготовке милицейских кадров уделялось огромное внимание. Еженедельно проводилась командирская учеба. Сотрудники изучали специальное оборонное дисциплине. А в Абакане при вечерней школе созданы классы, где обучались сотрудники милиции. В годы Великой Отечественной войны сотрудники абаканской милиции, как и весь советский народ, поднялись на защиту своей родины. Добровольцев среди сотрудников было особенно много. В Хакасии защищать родину отправился каждый второй сотрудник. Возникла острая нехватка личного состава. В ряды милиционеров массово набирали женщин, бывших сотрудников, пожилых и ограниченно годных к военной службе людей. За время войны в абаканской милиции сменилось пять руководителей. К основным задачам сотрудникам добавились новые функции. Приходилось разыскивать уклонистов от призыва в армию дезертиров. Делом милиции становится спасение молодежи. Бедность, нужда, голод и отсутствие семейного тепла выбросили на улицу массу подростков. В военные годы в абаканском приемнике побывало свыше 4000 подростков. Стоит отметить, что почти каждый начальник абаканской милиции был не просто управленцем, а своего рода реформатором. В 1945 руководителем стал Петр Купер. При нем в абаканском ГОМе была создана патрульно-постовая служба. С приходом Митрофана Аришича в 1953 в городе появился медветрезвитель. Следующий руководитель Иннокентий Полежаев в 1957 году добился создания добровольных народных дружин. С тех самых пор население Абакана стало оказывать содействие органам правопорядка. А благодаря Михаилу Юшкову, руководившему отделом с 1966 года, сотрудники абаканской милиции отметили долгожданное новоселье. В 1969 году Абакан накрыло стихийное бедствие – наводнение. Трое суток город стоял в воде. Все силы и средства республики задействованы на борьбу со стихией и спасение людей. Милиционеры работали круглосуточно. Без выходных, без отдыха в ночное время. И они выводили людей из затопленных домов, выявляли и пресекали случаи мародерства, возвращали людям вещи и документы. Полицию Абакана поздравляем с юбилеем. Разрешите поздравить вас с 85-летним юбилеем от имени сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Кыргызской республики. Пожелать крепкого здоровья и новых успехов в работе. Абакана поздравляем с юбилеем. На протяжении всех этих лет Абаканское управление внутренних дел с честью выполняло свой служебный долг. Охраняли общественный порядок, обеспечивали безопасность дорожного движения, стояли на страже прав и законных интересов граждан и государств. Мы гордимся ветеранами управления, теми, кто долгие годы стоял на переднем крае борьбы с преступностью, выражая им свою признательность. Уважаемые сотрудники, уважаемые матераны, поздравляю вас с 85-летием образования УВД по городу Абакана. Желаю вам твердости духа, успехов в служебных делах, веры в собственные силы, здоровья и всего самого наилучшего. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Закон и порядок». В студии была Ольга Погодаева. Безопасности вам и вашему дому.